В прошлой жизни билетный кассир, благодаря Владимиру Семеновичу, оказались в этой компании. На тот момент, когда он приходил, в моем понимании было сетевой, это не для меня. И сколько он ходил, очень долго, когда я прихожу на работу, как тоже на работу ходил. Когда мне уже надоело, что он ходит, я решила пойти послушать. Ну и из уважения к вышестоящим спонсорам, которые пригласили на домашний кружок, так хорошо встретили. Еще и билеты у меня заказали по блату, с нашим презентом. То решила, думаю, попробую. Попробую этот бизнес. Если кто-нибудь согласится из моих знакомых, то я тогда буду работать. Пошла всем, рассказала на работе, с кем встречались, с дружиной. Все мне сказали, тебе там налешали вообще на уши, ты нам это все пересказываешь. И я решила, что этот бизнес не для меня. Думаю, может быть, у Николая работы нету, я его подпишу. Скоро работает. Он тогда в церкви пел. А у меня вроде такая солидная работа, ко мне люди ходят, уважаемый человек. Я и баночки. Ну это вообще не мой бизнес. И вот я его подписала, он послушал. Ну год прошел, два прошло, а ничего не происходит. Ну и что-то мне захотелось. Приехали, прилетели с Таиланда, Семенович, со всей бригадой. И рассказали вот о таком-то промоушене, пенсионной программе, где за три года можно было выйти на доход в 30 тысяч долларов, получить подарок серебристный Мерседес. И вот знаете, когда-то что-то происходит, вот очень сильно захотелось. Очень сильно захотелось изменить свою жизнь. То 30 тысяч долларов в день, это вообще немыслимые деньги. Когда начинаешь анализировать, если я не выполню этот промоушен, что произойдет? Ну на 50 процентов выполню за это время. 15 тысяч. Если даже на 50 процентов не выполню. На 25 процентов. 7 с половиной. Если не выполню даже на 25 процентов. Три с лишним, да? И я думаю, ну а что? Какая разница? Три года поработать. Даже если за три года на 3 тысячи долларов выйти на доход, это замечательно. И вот было принято решение из 2003 года, когда была эта программа, вот Леночка, когда мы с ней, да, присоединились в эту программу. Случайное знакомство тоже. И мы не думали о деньгах, мы не думали ни о чем. Вот для меня было важно, почему те люди, которые уже приезжали, уже имели статус, имели деньги, отдыхали 4 раза в году. Ну, сказали, мы, у нас работа с людьми, нам надо часто отдыхать. Вот. А я работая на такой классной работе, не могла позволить один раз вот отдыхать. И я начала просто изучать, спрашивать. Самое важное, мне сказали, нужно быть там, где успешные люди встречаются. И когда мы начали ездить на все мероприятия, то после любого мероприятия такой воодушевленный, вдохновленный приезжаешь, а еще литературу читаешь. И, казалось бы, те люди, которые уже все знали, чем мы занимаемся, мы с ним опять обращаемся, знакомые наших знакомых, рекомендации. То есть просто была какая-то игра по поиску людей. И вот мне надо 10 звонков сделать, мне надо 1-2 встречи каждый день проводить. И когда ты себе планку ставишь, то оно откуда-то все происходит. И близкие люди, с кем мы общались, почти никто не пришел. Все пришли в малознакомость. Не с кем мы дружили очень близко. А вот с Ирой Чупайлингом мы случайно знакомство на курсах. Директор-менеджер. Света приходила лечить папу Николая. Просто такое знакомство по ее работе. К Лене мы приходили знакомого проедывать. Наш знакомый лежал у нее в отделении. Мы с ней познакомились. Она как лечащий врач не запретила ему пользоваться нашими добавками, а еще добавила. Я бы к этому списку, который вы принесли, добавила бы еще. И таким образом, когда занимаешься поиском людей, откуда-то они берутся, эти люди. Я не знаю, откуда они взялись. Ну, лично наших знакомых у нас практически нет. Вот сестра созрела потом, через время сын присоединился. Ну, при всем при том, мы очень быстро пошли по карьере. Через год мы уже имели рад лидер-менеджер в конце года. Я рассчиталась с работы. Кипр нам открыл глаза на другую жизнь. Вот мы с Леной первый раз летали и посмотрели, как люди живут. И после Кипра началась серьезная работа. Мы задумались, как создать систему в Донецке, как проводить презентации, школы. Ну, это просто была такая игра. Как бы не думал о тех деньгах, о том, что ты будешь иметь, но очень сильно хотелось в другую жизнь. Ну, и посещать все мероприятия. Гиперперелоты у нас был. Вот Николай расскажет о себе, как он, чего он пришел. Методы у нас домашние кружки, список знакомых, знакомые и знакомых. Сегодня мы в чужом городе, да, мы сами из Донецка тоже. В Львове три года жили, сейчас в Киеве, знакомых своих нет. То есть, вытянутая рука у нас, ну, теннисом занимается. Больше людей там, где мы находимся, теннисный круг. Строятся потихонечку группки. Вот с Наташей в Львове познакомились случайно где-то. Вот Наташечка, с которой мы просто случайно зашли в кафе, сели, поговорили рядом, она здесь. Ну, и такие случайные знакомства. Ну, как Саша говорит, это все не случайно. Кошечки, собачки. Поэтому, ладно, совершайте действия. Не следите, не анализируйте, получится или не получится. Если ты совершаешь действия, получится обязательно. В это надо верить и не ждать все минутно, вот в напряжении, что вот сегодня оно должно произойти. Если мы напрягаемся, мы отобиваемся в успех. Вот Миша говорит, отпустите все, и в удовольствие общайтесь с людьми. Они обязательно у вас появятся. Ранов новых, денег много, свободы, путешествий. И иметь жизнь, самую лучшую, которую вы себе можете представить на этой земле. Успехов всем. Я на слово скажу, кстати, да? Кто я? Завекин Николай. Почему я пришел? Ну, это просто банально. Надо была машина, надо была квартира, потому что были большие проблемы. Мои методы, домашний кружок. И основное, к чему я пришел через Дейли Корнелли, что бизнес будет зависеть от того, как мы умеем ладить и общаться с людьми. Результат? Ну, я нашел удивительную, прекрасную профессию НСП, сетевика. Я просто эту работу обожаю. Что мы приобрели? Финансовую независимость, свободу, путешествия, здоровье. Все. Быстрее, спасибо.